Акел Бубсер 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 Я снимала сюжет о запуске «Волгу сезонят». Их было очень много. И двух героев мне разрешили забрать. Обещаю, никогда и ни при каких обстоятельствах их не есть. Я, между прочим, дала рыбкам на пончик и бомба. А еще эта съемка запомнилась мне с сильным ветром и дождем. Долго я отогревалась. Перевозить рыбок можно в баночки, а можно в большой машине. Здесь 107 тысяч занят, и специалисты коммунальных сетей города Новочебоксарска готовы выпустить их в «Волгу». Зачем вы выпускаете «Волгу-рыбу»? Неужели ее там совсем не осталось? Наше предприятие из «Волги» забирает объем воды. Сильно-сильно, очень хорошо-хорошо-хорошо чистим мы ее и подаем в краны. Ты открываешь дома кранники, и течет вода. И вот когда мы эту воду забираем в трубы, маленькие рыбешечки попадают туда. Поэтому, чтобы в «Волге» рыбка не иссякала, мы выпускаем в «Волгу» мальков сезана и мальков стерляди. Для того, чтобы в «Волге» было много-много-много рыбы. Совсем скоро эти мальки будут весить по 5-7 килограмм. Иногда сезаны вырастают даже до метра. Представляете, как может повезти какому-нибудь рыбаку? Мясо сезанов очень сочное. Славится в кулинарии самых разных стран. Сазанов называют королями рыбьего царства. Нет больше чести для рыболовов, чем поймать этого богатыря. Потому что Сазан – умная рыбка. О хитрых людях часто говорят «умный, как Сазан». Люди запускают в «Волгу» и мальков других рыб. Например, стерляди. Мне тоже понравилось быть помощницей природы. Даша Игнатьева, Бухтияр Велиев, Акилбупсер. Еще одна радостная новость. Национальному телевидению «Чуваший» исполняется 7 лет. В новом сезоне вас ждут яркие и интересные проекты. Я поздравляю своих старших наставников, журналистов, режиссеров, операторов с праздником. Я делаю только первые шаги в межурналистике. Но уже понял, что люди этой профессии могут побывать в любой точке земного шара, узнать много нового и интересного. Бумага, холст, ткань, стена – на всем этом можно рисовать. Но теперь творить красоту можно и на воде. Вот до чего техника дошла. Здравствуйте. Привет. На самом деле искусство рисования на воде очень древнее. Даже в Японии сам император любил создавать необычные и своеобразные узоры с помощью этой техники. Это искусство называется Эбру. На сегодняшний день это искусство популярно на Востоке. Особые мастера выделяются в Турции, Индии и Китае. Давайте попробуем с вами создать наш неповторимый шедевр. Я думаю, у нас прекрасно получится. Для этого нам понадобится емкость со специальным раствором, краски, которые именно используются в технике Эбру. Также можно использовать шпажки, шило и гребни. Для создания необычного узора в этой технике мы берем на кончик шпажки совсем небольшое количество краски, подносим к поверхности жидкости и, еле касаясь, ставим цветовое пятно. Откуда вы взяли этот волшебный раствор? Этот раствор состоит не только из воды. В нем используется экстракт растения гивея, который растет только на Востоке. Он позволяет делать раствор тягучим, вязким. Как раз благодаря этому краски не перемешиваются между собой, а создают конкретные цветовые решения. Сами краски тоже необычные. В них обязательно добавляется бычья желчь, чтобы краска была прозрачной, и натуральные пигменты растений. Так что все материалы экологически чистые. Техника Эбру не предполагает создание четких контуров и конкретных образов. Она очень абстрактна и немножко имеет медитативное значение. Не зря ее называют техникой в стиле антистресс. Это искусство, оно в то же время очень сближает людей. Если вы создаете картину вместе, то это развивает ваши коммуникативные навыки, развивает вашу фантазию. Сейчас я покажу, как мы можем создать цветочек. Когда вы поставили цветовое пятно, попробуйте изменить его контуры, вмешиваясь и меняя линию легким движением шпажки. Ребята, а вы знаете, еще можно также использовать гребни в этой технике. Мы погружаем наш гребешок на небольшие углубления и провозим вот таким образом. Получается очень необычно и очень красиво. А вместо этих красок и загустителей можно использовать что-нибудь другое? Можно использовать обычное молоко в качестве загустителя. Чем больше жирность, тем лучше и необычнее получается результат. Самое замечательное, что в этой технике мы можем перенести нашу картину на лист бумаги. Для этого мы кладем легкими движениями, погружаем листочек в наш раствор, слегка прижимаем, не сильно, поднимаем краешки и обязательно проводим по бортику. И вот что у нас получается. В переводе с персидского слово «эбру» означает «воздушное облако», ведь действительно очень похоже. Эти картины невозможно повторить. И от этого рисования просто невозможно оторваться. Акилбубсер — это новости. А новости — это то, чего не было раньше. Вот, например, раньше на Чуваксарском Арбате не было этого памятника, а теперь он есть. Узнали? Маленький принт. Главный герой поезды Антуана Десент Экзюпери. Этот памятник — символ всех путешественников. Если вы заметили что-то новое, или в вашей школе намечается яркий праздник, расскажите нам. Мы простые люди и не можем знать обо всем на свете. До встречи на национальном телевизоре Чуваши или на просторах интернета. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok